Мы плывем второй день по одной и той же реке. В прошлый раз мы плыли по северке от Непецина до Северского, сейчас плывем по той же реке от Мещерина до Непецина, но при этом река совсем другая в этом месте. Разница в каких-то там 15-20 километров, другие пейзажи, совсем другая природа. Опять впереди лежит бревно, сейчас его прямо на ходах преодолею. На основном русле завал, бревна лежат, через них перелазить лень, поэтому мы поплыли по такому спокойному течению через лес. Самое большое удовольствие, которое можно получить от САПа, это когда плывешь по быстрому течению. Еще и ветер в спину дует, как у нас сейчас, вообще офигенно, даже грести не надо. Так только, чтобы подруливать, ветки объезжать. Еще можно срезать в половодье петли на реке. Та вот река течет основное русло слева, делает большую петлю, а мы срезаем и выезжаем на такой затопленный лук. По траве видно, что уровень уже упал, как вот трава лежит. Такой был уровень воды. Сейчас почти на метр уже уровень воды ниже. Наверное, далеко не видно, но тут вот все кусты, весь берег и все небо в утках. Отовсюду взлетают просто их гигантское количество. Так красиво журчит река. Вообще офигенно, нам опять повезло с погодой, с рекой, с природой. При сплавах по таким рекам очень важно держаться в струе. Ее очень хорошо видно по пене, по тому, куда течет река, по бурлению. Потому что, если вот мы сейчас плывем вообще не напрягаясь, то где-нибудь вот буквально в двух метрах отсюда мы будем стоять на месте, а иногда и будет сносить против течения. Кусты истерички, или может им холодно. Здесь у нас перекат на северке. Как такового переката нету, просто такая стриминка, быстрое течение. Серега меня как на ракете обгоняет. Смотрите, вот здесь после переката идет струя. Ее прям очень хорошо видно по белым пузырькам. Прямо вот как она виляет, течет река обратно в другую сторону и нужно держаться вот по этой струе. Главное после перекатов, таких быстрых стремин не расслабляться, потому что вот на выходе самая начинается болтанка. Вроде вы уже все проплыли, вода становится ровной, но вот видите, везде такие завихрения. Можно свалиться с доски, если расслабиться сразу после переката. Одна из самых крутых фишек в Балавуде это возможность поплавать через лес. Увидел бы такие видео и фото, ни за что бы не поверил, что это снято на северке. Вообще криво река полноводная, широкая. Здесь обычно течет такой ручеек шириной полторы доски. Прикольно так тут у них подтопило. Ограничение скорости 20 километров в час. Течение тут такое, что сложно соблюдать такие ограничения. Здесь можно отрабатывать удары веслом по груши. Дискотека. У нас теперь появился новый, новая идея организовывать дискотеки на воде в половодье. Диско шары тут висят над водой. Здесь затопило кроссфит спортзал. Гиря, там гантеля, кувалда. В общем можно подкачаться исходя с доски. На реке течения мы сейчас вот гребем в таком темпе, особо не напрягаясь. А навигатор показывает, что у нас средняя скорость восемь с половиной километров. Это не пиковая, а прям средняя скорость восемь с половиной километров. Чтобы не было скучно, мы всегда плывем вот так вот параллельно рядом, разговариваем, болтаем. Но как только впереди возникает какое-то препятствие, вот например как впереди сейчас усиление течения, прям вода шумит, мы вытягиваемся в струнку и держим интервал между собой метров пять. Также и ко всем препятствиям, которые там типа завалы, бревна, что увидели впереди, вытянулись и заходим туда по одному, чтобы в каком-нибудь месте узком всем вместе не скопиться и не устроить там завал. Здесь вот прям течение усилилось. Держимся на течении вдоль струи. Главное, чтобы скорость вашего движения была выше, чем скорость струи. Тогда доска будет хорошо управляться, ее не будет колбасить, заносить. На течение, наоборот, нужно не пугаться, не тормозить, а разгоняться. Тогда будет намного проще проходить и держать даже баланс. Мы подплываем к деревне Шкинь, вот это вот такие развалины с обеих сторон. Это чертов мост, а за ним горбатый мост новый. Такой красивый храм в селе Шкинь. Там лошадка пасется и тут вот в колокольне просто огромный колокол стоит. Он даже сам большой Московской области. Впереди мост в селе Шкинь автомобильный. Обычно мы его или вносим, или проплываем. Тут такие две огромные трубы, через которые лежа можно проплыть, а тут его просто стоя пройдем. А еще знаете, какое большое преимущество САПа над Байдаркой? Я вот сейчас стою, снимаю и не видно мою доску. На Байдарке всегда бы торчал нос. Мы сколько раз сплавлялись по северке, но никогда не видели здесь каскадного водопада, который появился в половоде. Место вообще офигенное такое, течет ручей, красиво вода падает. Ему прямо на доске можно подплыть. Течет родник, видна такая разница, а мот на реке и прозрачной воды. А, вижу. О, смотрите, вон, вандатор. Мы все говорим, что высокий уровень воды, а вот мост в индустрии железнодорожной, и на нем отметка паводковая. Сейчас уровень 3 метра. Мы сейчас в Непецино. Здесь плотина обычно такая, трехметровая. А сейчас вот такой перекат. Мы тут были в субботу. Вода еще текла сверху плотины. Было тут практически озеро без течения. Сейчас вот такая бочка. Но мы его внесем, потому что вот такие плотины искусственные, это самое опасное, что может вообще, в принципе, быть на реке. Заканчиваем мы наш маршрут сегодняшний. По северке впереди мост, где мы будем выходить. Прошли за сегодня 21 километр. Бодренько. Сегодня не так много получилось поснимать про завалы, про заторы в половоде, потому что здесь река совсем другая. Много открытой воды, быстрое течение. Но все равно очень интересно сплавляться.